Добрый вечер, программа «Без вопросов» на Русской службе новостей. В Москве 20 часов 3 минуты и у нас в студии Эдуард Лимонов, писатель. Микрофон Илья Переседов. Здравствуйте, Эдуард Лиминович. Добрый вечер. Ну что ж, хотелось сразу вас поздравить и начать говорить о Крыме. Но тревожные новости приходят по поводу Сирии буквально последние минуты. И так власти Соединенных Штатов Америки потребовали от Сирии забрать территорию, на американской территории всех дипломатов, требуя отставки, ухода со своего поста президента Сирии. И вот прямо в те же минуты происходит сейчас столкновение между Сирией и Израилем на границе. Якова израильский армейский патруль подорвался в районе голландских высот, взорвался фугас. И сейчас идут столкновения там. Это что, империя наносит ответный удар? Да, абсолютно. Это совершенно верно. Это на Сирийском фронте, на Ближневосточном фронте. Это удар по нам, конечно же. Это ответ на референдум в Крыму и на сегодняшнюю церемонию принятия Крыма и Севастополя в состав России. Незамедлительный ответ. Вопрос еще, как далеко они захотят зайти. Возможно, это только демонстрация силы. Будем надеяться. Но Соединенные Штаты, вот, они заядлая такая, ну, как бы азартная держава. Они любят вот обязательно драку. Вот драку, да. Ну, я хочу напомнить, что, скажем так, спасение Путиным Башара Асада, вот, и вообще позиция России по Сирии на международной арене, это была такая, ну, одна из главных наших побед последних лет. Ну, вот теперь... Наверное, это же первая в череде вот этих побед. Вот теперь это ответный удар, это что? Это драка, это борьба, это конфликт. Надо мужественно все на это смотреть и, в свою очередь, врезать. Врезать, например, взяв к себе Донецкую область, Луганскую и Харьковскую. Вот я говорю со всей ответственностью, потому что, что уверен, что в военном отношении нам никакое нападение НАТО там не угрожает, это совершенно точно. В крайнем случае будут помогать слабым украинским войскам, или пошлют добровольцев из республик Прибалтики, из Польши, из Венгрии какой-нибудь. Вот все, что нам грозит вот в плане военного столкновения непосредственно. Но такие гадости, конечно, будут делать, как вот в Сирии сейчас. Но я говорю, знаете, это жизнь, жизнь, конфликт. Конфликта нет только на кладбище. Надо спокойно, в жизни государств бывают вот такие. По поводу конфликтов. Я вот уже цитировал эти слова, которые собираюсь сейчас прочитать вот в информационном выпуске. Прочту и вам. Это отрывок из выступления Путина в Федеральном собрании. Когда он обращается к жителям Украины, сказал дословно следующее. Не верьте тем, кто пугает вас, Россия, и кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Я заметил эти слова, отметил, они меня насторожили тоже. Я думаю, они насторожили всех тех миллионов людей, я полагаю. Ну, даже в этих трех областях, Харьковской, Луганской и Донецкой, проживает в совокупности около 10 миллионов. Вы знаете это, да? И насторожили. Но я потом по мысли пришел, что, вы знаете, ну, это сказано, чтобы скорее успокоить врагов. А больший вес в глазах остальной вот этой восточной и южной Украины имеет тот факт, что сегодня Крым и Севастополь фактически стали уже субъектами Российской Федерации. Это больше. А все понимают, что глава государства не всегда себе может позволить откровенные планы, да, вот какую-нибудь дорожную карту по Украине. А потом, когда его спросят, может быть, через месяц вдруг, и скажут, а что вы думаете? А он скажет, вот Украина, это не совсем то, что вы себе представляете. Знаете, для главы государства очень много есть разных выходов, и кто обвинит главу какого-либо государства, не только нашего, что он пользуется таким немного изоповым языком, я надеюсь. Хотя я бы вел себя более развязно, будучи, скажем, предположим, да, что на его месте. Ну, нам, видимо, для начала нужно как-то закрепить победу Крыму. А есть другая точка зрения, что еще вот кусть железа пока горячо. Пока есть момент, пока растерянная украинская государственная до сих пор еще находится вот в таком виде, в неоформившемся виде, когда они не избавились от сумасшедших самоубийственных для Украины радикалов, вот этих бродящих с бейсбольными битами и с автоматами там по дорогам вот этих молодых людей. Пока Украина не избавилась от этого, может быть, надо захватить то, что мы можем. Я говорю это совершенно откровенно, потому что я не глава государства, меня не связывают никакие... Вот нам пришло смс-сообщение на номер 7-925-101-107-0 с украинского номера. Зачитывая Украина, готовятся к боевым действиям. Сегодня над городом, каким городом не уточняется, пролетали 4 низкобоевых вертолета с пушками, значит, направились к границе, всем объявили, что за отказ идти в военкомат штраф будет 120 гривен за второй 5 лет тюрьмы. Они собирают за один заход до 40 тысяч человек. Ну, это смс-сообщение, но не обязательно, что оно справдивое. Слушай, не собранные вместе 40 тысяч человек еще не составляют армии. Что такое армия? Она должна быть хотя бы минимально чему-то обучена. И потом, вспомните, какая армия была огромная у Саддама Хусейна. Огромная, чуть ли не первая, самая крупная на Ближнем Востоке. Ну, как они быстро все рассеялись. В современной войне важна не армия, а скорее вот эти вот как можно более сверхсовременные оружие, вот так скажем. И мы видели множество вот таких войн, когда берут резервистов необученных, куда-то их бросают. Потом их почти все в полном составе берут в плен. По поводу украинской армии, я вот не знаю, правда или нет. По интернету ходит ролик, что якобы крутится реклама и предлагают жителям Украины отправить смс на короткий номер, чтобы поддержать деньги на армию. Значит, собирают там на покупку. Как раз оснащение. Продолжим через минуту. Итак, продолжаем обсуждать мы с Эдуардом Лимоновым возвращение Крыма в состав. Я прям настаивал говорить о возвращении. Я бы говорил о воссоединении. Вот это правильно. Воссоединение народа на самом деле. Поскольку без разделения на русских и украинцев крымский народ существует. Вот он. Большинство людей говорит на русском языке. Кто-то говорит на украинском. Да пусть говорят на любом. Кто-то на татарском. Это не столь важно. Важно, что есть такой коллектив населения. Видите, как он дружно и здорово. У меня, например, нет никаких сомнений в абсолютной подлинности и искренности этого референдума. Потом мне оттуда сообщали, как народ был счастлив и радостен. Как они там всю ночь просто в упоении гуляли. Никто никогда такого не видел. Это значит, что они не воспринимали украинскую государственность как свою. Испытывали чувство, как будто у них присутствует оккупационная армия. И оккупационные структуры. Ну, хорошо. А что дальше? Вот мне интересно. Сегодня мы подписали документы, которые вернули Крым в состав. Огромный. Во-первых, надо этот эффект понять. Этот эффект не выражается ни в каких там... Ни в национальном продукте, ни в суммах денег. А он в огромном энтузиазме, который не только в Крыму, но и во всей России сейчас. Люди друг другу говорят. Я полагаю. И я уверен, что говорят это. Наконец мы наступаем. Вот что я... Мне кажется, самым важным. Это эмоциональный подъем. Подъем. Такого мы не видели. Он даст себя знать. Знаете, во всем. Вплоть до экономики. Я совершенно уверен. Но вот смотрите. Аксенов, Чалый. Эти же люди сейчас становятся медийными персонами номер один для России. Как-то они изменят политическую культуру, политическую стилистику. Это же совершенно люди другой формации, чем губернаторы. Ну, мы будем смотреть. Чалого выбрали на народном вече, в буквальном смысле. Он совсем-совсем новый. И видите, он даже... Я сегодня наблюдал это все. Он в черном свитере сидит такой. И он, видимо, не верил до самого последнего момента. Но там есть момент, когда после подписания они все встали, Путин протянул свою ладонь, и все другие стали как вот таким замком, рука на руку так, раз, раз. И вдруг я вижу, как, наконец, до Алексея Чалого, видимо, дошло, что все свершилось. Он так выбросил правую руку в кулак, ее сжав вверху к кремлевскому потолку. И, видно, дошло, что да, вот исторический момент. Черт знает, что такое происходит. Это же надо. Поэтому, знаете, уже все свершилось. Даже если кто-то из них, предположим, не выдержит популярность или еще чего-то, это не столь важно. Уже все сделано. Кто-то придет иной. Да нет, я, наоборот, преисполнил энтузиазм, что они как раз что-то новую свежую струю принесут. Да, мне тоже хочется в это верить. И довольно такие лица, которые внушают доверие. И Константинов такой такой мощный парень. И Сергей Аксенов, и все они, на мой взгляд, они выглядели вот как надо. Ничего неприятного в этих лицах не было. Вот Аксенов покрепче. Он такой как бы здоровый и мощный. И лицо такое немножко мрачноватое. Но это то, что надо. Взять на себя ответственность за все это. Ему же, заметьте, ему, во-первых, грозило бы, если бы его, как минимум, высшая мера наказания. Это же мятеж по украинским стандартам. Нет, то, что все эти люди последние недели жили в режиме или пан, или пропал, или будет вот такая удача, или они просто погибнут, это безусловно. Ну, так я это все отлично понимаю. Поэтому я испытываю определенное уважение к этим людям. И слава богу, что они есть. Ну, и вообще надо сказать, что это огромная победа. А то, что нас в Сирии пытаются, извините, там в бок чем-то пощекотать ножом. Ну, соберемся, переживем, ответим чем-то. Главное, я думаю, что даже у руководителей государства, может быть, наконец, развязаны руки в каком-то смысле. То есть мы уже знаем, что у нас... Я-то знаю это много лет, там, лет 30. Но, может быть, у руководителей нашего государства, наконец, открылись глаза, и они понимают, что у нас там нет друзей. Нет, никогда не было на Западе. На месте Путина, когда он... Помните, в этом 2001 году я сидел в тюрьме и видел все это по телевизору. Когда он прослезился на следующий день, когда американцев... Это было искреннее такое движение. Но я бы не прослезился, потому что я-то уже жил в Америке. Я знал, что это за держава. Слушатель Виктор на сайте русновости.ру пишет. Нам события удивительные. У меня даже поменялось отношение к гимну. Распечатал и выучу. Да было видно вот по этим каменным лицам наших... Обычно каменным лицам наших этих сенаторов, которые сегодня сидели в Кремле, депутатов. Поверьте мне, я кое-кого из них знаю, многих из них я не люблю. Но даже они, там какие-то сидели женщины, слеза, как кто-то вытирает слезу. И это захватило всех, потому что все, конечно, качества отдельно взятых людей, они тут потеряли свое значение. Получилось, что такой национальный коллектив. Все, я думаю, смотрели не отрываясь то, что происходило. Я редко смотрю телевизор. Даже я не мог остановиться перед искушением понаблюдать за лицами. Вы знаете, вице-президент компании Mail.ru опубликовала в интернете график трафика, популярнейшего ресурса. И там, когда началось просто показывать по времени, когда началось подписание, присутствие на сайте упало до нуля. То есть все отвлеклись от интернета, перестали нажимать на ссылки, все смотрели с экранов телевизоров, как происходит это историческое подписание. Простите меня, это самое крупное событие 1991 года, после разрушения СССР. Наконец мы подобрали часть. И мы ее не отдадим ни за что. А вы сами-то теперь в Крым собираетесь съездить? Ну, теперь, получается, что я смогу, да, как только... Так уже? Как только должны же проголосовать Госдума должна принять и Совет Федерации. Сейчас они примут. И вы прямо сразу отправитесь в Крым? Ну, я надеюсь, что я смогу, да. Раньше же я не мог, поскольку огромный там долг. Меня на любом КПП бы остановили. А тут наша же страна, так что я посмотрю. И какие у вас планы? Вот вы приедете в Крым и чем займетесь? У нас там есть люди свои, партийцы наши. В первую очередь, конечно, проинспектируем своих. Ну, в Донецке есть, и в Луганске, и в Харькове есть. Ну, до Донецка-то с Харьковом, я думаю, в ближайшее время вряд ли удастся добраться. Ну, знаете, мы будем смотреть. Сейчас это же не кончится. Крым наш, это несомненно. Но то, что там будет происходить, люди не успокоятся. Глядя на Крым, не успокоятся все те, кто не хочет жить в Украине. А их много. Минутная пауза, и потом продолжим наш диалог с Эдуардом Лимоновым. Программа «Без вопросов» в студии Эдуард Лимонов. Я его собеседник Илья Переседов. Вот к нам на сайт и на телефон 925-197-0 приходит сообщение. В частности, 07-й спрашивает. А обиженное национальное чувство украинцев? Что оно из себя родит? Вас не волнует? Ну, мы же с вами не граждане Украины, мы граждане России. Что значит национальное? Скорее, государственное. Государственность обиженная украинская. А украинца, собственно говоря, никто не обижал. И, насколько я понимаю, не собирается. И не будет этого делать. Ну, разве не задета национальная гордость? Извините. Нет никакого, до сих пор не было никаких столкновений, собственно, между украинцами и русскими. Вот были претензии, и они проявляются в агрессивной форме, в такой кровавой форме претензий. Западной Украины на полную власть над всей остальной Украиной. Вот это и есть. Но те люди, которые живут там в Западной Украине, далеко не всех из них можно даже украинцами назвать. Там есть кто угодно. Румыны, венгры. Заметьте, Ярош – это венгр. Фирташ – миллионер. Это венгр. И так далее. То есть это не надо бы придумывать то, чего нет. Есть Украина, страна, есть украинцы, все это есть. А вот украинская государственность не состоялась. Вернитесь к началу того, что происходит. То есть вернитесь к ноябрю прошлого года. Вот они сломали украинскую государственность. И все, что сейчас происходит, это следствие того, что Майдан, став агрессивным и безумным, сломал, перебил хребет украинской государственности. Ну, а для нас это обернулось неплохо, хорошо, отлично, здорово. Мэр Севастополя Алексей Чал, теперь, кстати, можно его называть мэром, по всей видимости, с полной ответственностью, сказал, что пока он и его соратники не думали о том, кто от Севастополя войдет в Совет Федерации. И он считает, что этот вопрос может подождать, с учетом того, что есть задачи более важные, чем это. Но, Эдуард Минич, вы сказали про депутатов, сенаторов, которые сидели в зале и слушали Путина, но над ними, над всеми висела тема санкций. Вот они нас пытаются убедить, что нет ни у кого из них денег за рубежом, и вообще эти санкции никаким образом их не затрагивают. Ну, слушай, ну, даже если у них есть деньги, пусть они их потеряют ради нации, ради Крыма. Мы что, должны думать об их деньгах? Нет, ну, интересно, как эти санкции отразятся на политической конъюнктуре российской? Я полагаю, что все так называемые санкции, они слишком большое значение им придают. Ну, какое нам дело с вами до судьбы, там, я не знаю, до 15-20 чиновников, с другой стороны? А во-вторых, я твердо верю, что действительно люди, те, кто имел там деньги, мне кажется, давным-давно их забрали. Помните заявление того же Путина какое-то время тому назад, когда он говорил, убирайте деньги свои оттуда? Он же говорил, говорил. Два года. Два года уже об этом постоянно идет речь. Те, кто хотел, тот услышал. Я думаю, что большинство и услышало. Итак, плюс 7-925-197-0. Телефон для ваших смс-сообщений. 38-й пишет нам. Украина просит компенсировать убытки за отсоединение Крыма, то есть смирилась с потерей. А может быть, надо и можно купить восток Украины? А вот они все время хотят от нас какие-то убытки. Давайте пусть они нам компенсируют за то, что Украина находилась, Украина схватила кусок Крыма, она схватила наш Донбасс и пользуется этим много лет. Вот пусть они нам заплатят за это. Мы еще контрибуцию с них спросим. Да, конечно, уже никакого черта. Это бредни совершенно несостоявшегося государства. Ну, не состоялось, не состоялось. Помолчите. Вон Грузия там срывалась с цепи, все кричало. Отдайте нам Абхазию. Абхазию вам дала советская власть. Абхазия ушла от вас. Вот как раз к вашему требованию помолчать у меня приготовлена реплика выступления премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который вот вчера даже на русском языке заговорил и обещал всякие преференции нашим соотечественникам. А сегодня он заявил, что конфликт с Россией-Украиной перешел в военную стадию. Требует он созвать комиссию при участии министров обороны Украины, США, Великобритании и России, и чтобы немедленно решить вопрос с силовыми действиями российских войск в Крыму против украинских военнослужащих. Вы не сказали, что Крым к нам пришел? Ну, тот же Яценюк много раз заявлял, что они не будут военным путем пытаться вернуть Крым. И повторял, и он еще не раз и не два скажет что-нибудь прямо противоположное. Дело в том, что идет война нервов. И на самом деле они уже эту войну проиграли. Они уже говорят, мы никогда не смиримся, заметьте слово, никогда, никогда не смиримся с потерей Крыма. Значит, они уже смирились никогда. Поддаваться не надо. Мало ли вас там где-то, знаешь, хулиган на улице нож вынимает. Ну, когда хулиган на улице вынимает нож, это по меньшей мере проблема. Ну да, ну да. Но у вас есть, может быть, более мощное оружие. Никто нас не тронет, этого не будет. И санкции, какие санкции они могут применить? А провокации. Заметьте, вот недавно, что сделали Соединенные Штаты помимо Сирии? Они же сняли эмбарго с иранской нефти. Они разрешили продавать нефть Ирану, правда ограничив определенным списком. Ну там входят европейские страны и даже Соединенные Штаты. А знаете, на что ответил вечно занимающий свою особенную позицию Иран? Они сказали, да, конечно, это хорошо, что сняли эмбарго, но мы этим странам продавать нефть не будем. Молодцы! И потомки Дарья и Ксеркса, великие ребята, вот они как бы таким образом отшили их. То есть зачем Соединенные Штаты это сделали? Чтобы, конечно, цены на нефть упали. Иранская нефть будет выброшена на рынки, и Россия потеряет большое количество денег. Но этого не произошло. Теперь вот они с этой Сирией. Но при этом у США остаются возможности и механизмы как напрямую влиять на экономическую ситуацию в России, так и косвенно. Это не стоит, наверное, недооценивать. Ну, не надо преувеличивать вот эту глобальную мировую деревню. Не такая глобальная. И на самом деле, я слышал это от многих и от многих даже российских бизнесменов, которые говорят, ну, слава богу, мы не будем... Пусть они нас выгонят из ВТО, радостно говорят, потому что это была идиотская идея войти в ВТО нам. И вот все хотели бы, чтобы нас выгнали из ВТО. Прекрасная идея, точно. Знаете, мы сможем развить свою легкую промышленность, например, как бы модернизировать сельское хозяйство. Но у нас не в плохом состоянии. Просто легче купить за нефтедоллары продовольствие где-нибудь уже готовое там в Европе. А нам нужно все равно развивать свое. Так, секундочку, я вот сейчас не до конца понимаю, вы говорите, что изоляции нам не стоит, бояться ее не будет, или вы говорите, что нам не стоит бояться изоляции, потому что нам только на пользу пойдет? Во-первых, тут много аспектов и вполне положительных. Во-первых, ее не будет. Заметьте, какие до сих пор, не считая вот этой косвенного удара через Сирию, да, какие до сих пор смехотворные санкции. Ну, это, ну, что такое? Елене Мизулиной там, ее арестовывают активы. Елена Мизулина говорит, что у нее нет активов. Или кто там, или... А злые языки говорят, что у нее, у ее дочери якобы фонд какой-то есть, которому она косвенно может быть причастна. Да злые языки все время говорят всякую... А у Матвиенко сына бизнесмен. Ну, значит, сын Матвиенко станет бедным. Что же делать? И мне не жалко сына Матвиенко в данном случае, если он такой идиот, что держал свои деньги на Западе. И вообще, я с большой неприязнью отношусь к богатым людям в России. И мне совершенно не жаль, если они что-то потеряют. Другое дело, чтобы мы люди не потеряли. Народ, как говорит Зюганов, трудящийся. Вот в чем дело. Но мы не потеряем, у нас все будет в порядке. А как же курсы валют? Что значит курсы валют? Знаете, это в самой системе. У вас много валюты? У меня... Сейчас нет. И у меня нет. Ну, и что? Что мы с вами потеряем? Что нам курсы валют? А вот меня периодически водитель Таджик возит, он расстраивается. Он говорит, как же так? Я домой доллары отправляю? Вот раньше... Вы хотите думать о проблеме этого Таджика? Пускай он найдет выход. Пускай думает сам о себе. Спасибо. В общем, да, да, да. Прямо... Я прям удушевляюся, когда вас слушаю. Определенный взгляд на вещи. Я считаю, что вообще вот человек должен иметь определенный взгляд на вещи, а не какую-то может быть. А вы не боитесь. Меня часто задают вопрос. Ну, как можно? А чего можно бояться? Ничего не надо бояться. Вы не боитесь. Не боитесь? Не живите вообще. Войны все боятся. Вот боятся все войны. А я вам скажу... Вот сейчас поедут провокаторы из правого сектора в Крым. А я вам скажу ересь. Я вот участвовал в пяти войнах, и я не боюсь войны. На войне очень свободно и здорово себя чувствуешь. А нам... Ну, хорошо. Стой. Есть вероятность того, что эти провокаторы вот приедут в Крым из правого сектора? Гадить начнут. Ну, так получит по мозгам. На этих провокаторов у нас есть вежливые молодые люди. А если надо, будут вежливые молодые добровольцы. Сорви головы, которые хотят воевать. В каждом народе всегда есть люди, которые хотят воевать, любят воевать. И прекрасно. Надо воевать за себя, за свою родину, за то, чтобы больше нам над нашей страной вот таких жутких грязных трюков, как в 91-м году, никто не смог проделать. Новости на Русской службе новостей. И потом вернемся к диалогу. Русская служба новостей. Мы делаем новости. 20.34 программа «Без вопросов» в эфире Русской службы новостей. Сегодня ее герой писатель Эдуард Лимонов. Я его собеседник Илья Переседов. Короткое отступление. Вот по поводу пробок скажу. Значит, сейчас хуже всего на Кутузском проспекте из центра, на Мичужском проспекте в центр и на проспекте Андропова из центра. Они уже неожиданно хорошо, как раз там же, но в обратном направлении. И вот новость с лент как раз вот прям вот в руку к нашей с вами последней теме. Тема «Радикалы с Майдана» объявили о формировании партизанских подразделений. Вот есть у них такое украинское движение «Общее дело». Они даже сворачивают свой палаточный лагерь на Майдане независимости и начинают подготовку партизанских отрядов. И вот их лидер говорит, что в условиях войны с Российской Федерацией, войны с Российской Федерацией, регулярная армия является недостаточно эффективной, что признается и командованием вооруженных сил Украины. И, в общем, в связи с этим они уходят в леса. Ну, я думаю, что у нас тоже создаются партизанские соединения. А если не создаются, то будут быстро созданы. Бояться вот этой дури не надо. Это, во-первых, в основном все-таки дезинформация. На мой взгляд, это объясняет, почему они отдают Майдан. Они его отдают. И вот они говорят, мы уходим в партизан. Уходят они в партизан или не уходят, мы увидим. Если уходят, мы будем видеть, где они на кого напали, что происходит. Но этого бояться не стоит и вообще нет. На войне, как на войне, грубо говоря. На партизанской войне, как на партизанской. У нас тоже немало отмороженных людей, которые с удовольствием примут вызов. Секундочку, но когда жители Крыма голосовали за вхождение в состав РФ, не в последнюю очередь, ими двигал мотив улучшения своего экономического положения. Потому что, ну, они знают... Нет, я считаю, что вы совершенно не правы здесь. Не правы. Основное было неприязнь к вот этой государственности, которую крымчане не уважали. И которую они всегда побаивались. А сейчас, после того, что они увидели лица вот этой новой власти на Майдане, они серьезно опасаются за себя и за свою жизнь, дальнейшее существование. Никакого, я, на мой взгляд, там... Ну, конечно, им предлагают там пенсии по российским стандартам. Это все хорошо. Инвестиции в развитие региона. Инвестиции. Ну, неужели вы думаете, что они думали об этом 23 года, об инвестициях? Нет. Там... Я знаю эти настроения, я их наблюдал с самого начала. Что там было и какая... Главное, это как раз не материальные блага. А вот именно это чувство, что они находились в оккупации. И они все время стенали, страдали и обращались с упреками к России. Почему ты, Россия, нас не заберешь к себе? Неизвестный расстрелял... Вы извините, я просто сегодня так, ну, как бы, тему номер один, и она за собой лечет кучу событий. Да, неизвестный расстрелял бойца самообороны в Симферополе. Вот тоже новость. Ну, а вы хотите что, пуговицы не потерять? Приобрести огромные два субъекта федерации, чтобы не было никаких потерь, что ли? Это будет. Значит... Ну, да, я надеялся, что вот мы миротворцы, мы движемся... Да ладно, вы, может быть, хотите еще, чтобы не было этих самых ДТП в Крыму сейчас, и не гибли бы люди на дорогах, этого не будет. Разумеется, вот... Все будут гибнуть. Один из шагов поводов инвестиций, это как раз я ждал улучшения дорог. Это мечта обывателя, человек, чтобы был бессмертен, ничего бы не случалось. Она, слава богу, невозможна. Я, опять-таки, всегда за конфликт, и считаю, что только конфликт движет миром и делает его миром интересным и великолепным, как у Платонова был рассказ, в суровом и яростном мире. Слава богу, я не одинок. 07-й пишет на номер плюс 7, 925, 111, 107, 0. Эгоистично не учитывать страхи простых обывателей. Почему это не эгоистично? Я должен сейчас ваши страхи учитывать. Учитывайте... Ну, если вы говорите, что вы политик... Учитывайте вы свои страхи. Политик – это не тот, кто потакает обывателю. Политик часто подписывает там какие-то жуткие декреты, по которым все должны пояса подтягивать, например. 7, 8, 8, 107, 0. Телефон нашего прямого эфира. Итак, чего ждать все-таки в Крыму, на ваш взгляд, стабилизации ситуации или, наоборот, ее обострение после вхождения в регион состав России? Алло, в эфире. Алло. Короткий Эдуардо. Алло, да-да-да, мы вас слышим. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Вопрос к Эдуардо, значит, как вот вы думаете, там, будут ли жители Крыма довольны, когда к ним ринутся вот эти полчища из Таджикистана, Узбекистана? А, спасибо. Знаете, такой вопрос просто широкий. Вы хотите парировать нашу радость и сказать, что вот да, вот сейчас нахлынут полчища. Я не знаю, будут ли они довольны или нет, и хлынут ли полчища, тоже неизвестно. Это вашу шпагу вы выстановили вперед и пытаетесь радость нашу уколоть и замочить. Ну, говорят, что... Это как-нибудь устроится. Мир, он... А вы довольны тем, что у вас тут полчища, как вы говорите? Это мировое явление. Люди перемещаются по миру, мигранты есть, есть законы, которые можно использовать. 788-1070, телефон прямого эфира. Ваш прогноз на развитие ситуации в Крыму, алло. Крыму, алло. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Алексей. Я хотел бы обратиться к вашему уважаемому собеседнику. Да, спасибо, давайте. К таким вопросам. Не совсем мне понятна ваша эйфория по поводу последних... А вам непонятна эйфория 95% русских, да? Тогда вы какой-то выродок. Ей-богу, непонятна вам эйфория. Вам понятна победа. Это победа. Это как 45-й год, чуть-чуть меньше, но... Пауза на Русскую службу новостей и вернемся к общению с слушателями. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Программа «Без вопросов». Последний блок у нас сегодня герой программы Эдуард Лимонов, писатель, я его собеседник, Илья Переседов. Вот 56-й пишет нам на номер плюс 70, 125, 101, 107 и 0. А вы съездите во Владимир, например. Какое экономическое благосостояние? Разруха и руины. Хуже, чем после войны. Я ничего не говорил об экономическом благосостоянии. Я лично никому ничего не обещал. Я говорил совершенно о других вещах. О том, что крымчанам было унизительно. Я, извините, видел это сам. Видел. И видел этот режим. И меня арестовывали там в 94-м году. И моих ребят в 99-м. И не надо мне приводить пример, где плохо. Ну и что? Ну если у нас в тюрьмах людей сидит около миллиона. И что? Вы тоже будете приводить пример? Эта жизнь, она многообразна, многолика. Но то, что сегодня произошло, это великолепно. Это история. А вы мне показываете, где разруха. Ну, разруха. Разруха, да. Власть, что ли, идеальна? Нет, она не идеально управляет. Власти Владимирской области тоже, наверное, не идеально управляют. Есть моногорода, которые рушатся. Деревни вымирают. Все это верно. Но это не мешает нам радоваться тому, что великолепный райский уголок. Курортный полуостров. Горы, море великолепное, синее, блестящее, перешло к настоящим его владельцам. Нет, действительно удивительно, вот насколько... Вот этот, извините, скепсис вот этот вот участие... Вот вопросы скепсиса. ...ваших радио. Слушайте, ну так нельзя жить, так нельзя жить, говорить все время. А у нас здесь в углу дерьмо, а в этом углу там еще. И вот поэтому не надо делать то-то и то-то. Встаньте, отряхнитесь, уберите дерьмо и давайте живите. А то полное отсутствие лета есть. Есть эта знаменитая революция всегда поедает своих детей, пожирает. Не надо делать революцию. Я всегда высмеивал и говорил, ну да, динозавры тоже вымерли. Поэтому, может быть, не стоит сходить вам вставать с дивана, если они вымерли. Все равно вымрем. Конечно, впереди нас ждут гробы. Ну так нельзя жить с такими... Кто вас испортил, ОСО, радиослушатели? Кто вас? Вот эти либералы-придурки эти все. Со своей философией пацифизма не надо дать в нос никому. Надо бить всех, кто противостоит стране и ее народу. И тут же нам пишут на сайте русновости.ру. Врут про Владимир, город стал гораздо лучше. Но, вот заметьте, вот действительно... Видите, они не согласны. Но я за того, кто стал говорить, что город стал лучше. Это, по-моему, прекрасный город. Полно памятников архитектуры. Я там бывал, проезжал последний раз, по-моему, год назад. По поводу скепсиса. Вот действительно, по всей видимости, мировое сообщество не понимает, что сейчас произошло в России. И как жители России к этому относятся. Они, прежде всего, не понимают, что практически подавляющее большинство, почти все проголосовали за... Народ проголосовал. Они так хотят. Два миллиона триста тысяч вместе с Севастополем. Население. Они так хотят. Они Обама, который живет в Вашингтоне. И при этом у нас-то есть ощущение, что действительно историческая справедливость. Это не его дело. Почему он диктует людям нашим? Вот смотрите, прекрасно. Я думаю, что вы даже посмеетесь. Генсек ООН призывает активизировать диалог по Крыму. Вернуться к обсуждению с сторонами, имеющими отношение к конфликту, чтобы найти выход из кризиса существующего. Пангимун? Да. Это представитель, заявил представитель Стефан Дюжарик. А, ну этого понятно. Это какой-то восточный, бывший из Советского Блока. Они нас все по дороге ненавидят за что-то. Якобы мы лишили их чего-то. На самом деле мы ничего их не лишили, потому что они и так... Но обратной дороги уже нет. Все для нас-то. Ну, конечно. Конечно. Уже никто... Даже после референдума уже не было никакой дороги. Ни Путину, никому. Никто из нас не смог бы сделать иначе. Все. Проехали. Но вот опять-таки спрашивают... У них есть выход, знаете, упасть на пол и устроить эту детскую истерику. Ногами, руками поколотить, побить и покричать. Пишет нам на сайте русновосед.ру. А как с Приднестровьем быть? Они же тоже просят обратно. Да, сегодня попросили. Их тоже будем брать? Я бы взял. Тем более я был в Приднестровье. Прекрасно там все знаю. Множество людей знаю. Был в 92-м году, когда там шла война. И по мне стреляли. И все прекрасно было. Вот спрашивают. Верующий ли вы человек и молитесь ли за Россию? Я довольно много сделал. Я надеюсь, когда-нибудь потомки, покопавшись во всем этом, воздадут и мне чуть-чуть. Скромное, должное мне тоже. Я что-то сделал для России и делал. И для Севастополя делал. И ребята мои сидели в тюрьмах за Севастополь, русский город. Так что все в порядке. А с Богом? Ну, Бог это личное дело каждого. Не надо Бога втягивать во все эти земные войны и все остальное. Господь. Надо с ним наедине. Это не публично. Я не люблю говорить о своих верованиях публично. Какое-то ощущение невероятной удачи, которая сейчас сопутствует России, оно все-таки есть. Эта удача вообще запланирована в мироздании. Она есть. Единственное, что это самое невозможно ее вычислить как удивительное, потому что она может много лет не приходить. Вот не приходила 23 года, потом взяла и пришла. А бывает, что она подряд начинает приходить чуть ли не каждые две недели. И что в жизни отдельного человека, что в жизни государства. Так она вот так устроена. И она есть. Вот самое удивительное, что это не выдумка. Это никакая не наша фантазия. Она существует. Просто вот неисчезлима. 788-1070, телефон нашего прямого эфира. Вот что же, нужно ли России хватать удачу за хвост или уже можно как-то поостеречься? Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Вечер добрый. Как вас зовут? Меня зовут Вячеслав, Москва. Я полностью на стороне Лимонова. Эдуард, я с вами. Спасибо. Вот слышу бодрый, нормальный голос человека. Во-вторых, действительно радость. Это нечто большее, чем просто там кто-то чего-то присоединился. Это возвращение своего. И самое главное, что я хотел вам сказать. Вот вам упомянули, что там дурак Ярош собирает партизанские отряды и т.д. и т.п. Они убогие. Они никак не могут понять, что партизанские движения может возникнуть только там, где есть поддержка населения. А какое население Крыму будет их поддерживать? Совершенно с вами согласен, да. Веревайся. Это будет просто кучка бандитов, которые попытаются, может быть, что-то сделать. Убить двух-трех человек, взорвать туалет и т.д. Это все нормальная страна. У нас, я думаю, сейчас уже нормальная страна. Потому что мы почувствовали себя людьми не второго сонда. Абсолютно с вами согласен. Мы не допустим, не допустим, чтобы какие-то Яроши хозяйничали в этой... Богом, я не знаю, не то, что просветленной. Это же... Ну, благословенную стране. Спасибо большое, Вячеслав. Вот, да, и таких же большинство людей. Я надеюсь, я надеюсь. Я думаю, что как раз чаще имеют тенденцию вот выходить в радиоэфир люди, которые против, вот скажем, либо вас, либо меня. Скорее всего, меня против меня. А те, кто за, они вот слушают тысячами. И привет всем тем, кто за. Слушайте, вот прям новости из Сирии одна за другой поступает. Сирийский порт Латакия, через который вывозится химоружие с территории Сирии, подвергся нескольким ракетным обстрелам за вот последний месяц. Ну, вот прям вот Сирия... Ну, вы знаете, это очень легко устроить. Взял этим, кто там, муджахеды эти воюющие, дал заказ, они взяли и обстреляли. Это как раз... Это вот нагнетание явное... Это ответ на референдум и на сегодняшнее решение. И вот заметьте, в Россию с территории Украины въезжает очень много людей пожилых и детей. Вот сейчас почти в два раза увеличилось количество граждан, которые приезжают вот в Россию, ну, ищут в Россию беженцев. Я еще в ноябре говорю, будет много беженцев. Я, правда, определил их в миллионы, дай бог, чтобы этого не происходило. Потому что почти совсем недавно, по-моему, рамадановский глава нашего ФМС подтверждал, что беженцы есть. И говорил, называл цифры, там, Белгородской области, там, 140 тысяч, еще что-то. Потом эти сведения пытались опровергнуть со всех сторон. А я думаю, тут еще такая проблема. Видите, у нас же до сих пор безвизовый режим. И там трудно определить, кто беженец, а кто приехал просто так. Но беженцы, несомненно, если все это в ближайшее время не устаканится, если будут... И вот такие события, которые мы наблюдали в Донецке, которые мы наблюдали, знаете, когда танки идут, люди пытаются их остановить, беженцев, может быть, все больше. С середины февраля 143 тысячи выходцев с Украины приехали к нам без намерения заниматься трудовой деятельностью. То есть 143 тысячи, а всего поток 214 тысячи. А всего украинцев у нас 1 606 тысяч на территории России. Но это официально. Ну, люди будут бежать, и, как вы отметили, множество стариков и детей. Это возможно ли? Ну, боятся и переправляют свои семьи. Видимо, так. 788-107-0, телефон нашего прямого эфира. Вот давайте блиц, ваш короткий вопрос Эдуарду Лимонову и его ответ. 788-107-0. Алло, вы в эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня Андрей зовут. Ну, хотелось бы сказать, Эдуард, я вот с вами на 100% согласен, вообще рад вашей позиции. Просто очень приятно. Спасибо, да, спасибо. Андрей, вопрос будет? Быстро, времени мало осталось. Ну, тут не вопрос, я бы хотел комментарий дать, что вот этот Ярош, конечно, это просто, к счастью, идиот. Потому что они, даже нацистская идеология, они не в состоянии ее творчески переосмыслить и применить к местности. Это как Гитлер, который бы воевал с немцами. Спасибо большое. Но идет-то, но идет опасный? Ну, я полагаю, что господин Тегникбок куда более крупный политик правый. И вот это его партия на свободу намного больше всех этих объединений господина Яроша. Ярош возник, мне кажется, его специально выдвинули вперед, чтобы потом не жалко было им пожертвовать. Это как раз правый. То есть, если эта фигура уйдется с шахматной доски, никто особенно жалеть не станет. Это первое. Во-вторых, что такое правый сектор? Это объединение нескольких политических организаций. Это неоднородное. И численно это не такая огромная, прямо как нам представляется, не какая-то безумная армия. Это как раз для партизанской борьбы, возможно, вот такие люди, их количество достаточно для таких наездов, набегов небольших. Вот и все. Знаете, одна персона вдруг становится очень медийной. И все хватаются за это и начинают говорить, что попало. Прямо время передачи уходит катастрофически. Но все-таки короткий прогноз от Лимонова, чего в ближайшее время ждать. Пока, кстати, многое из того, что вы обещаете, сбывается. Ну, знаете, с Крымом можно более или менее успокоиться, исключая какие-то вот действительно небольшие провокации там с каким-то, может быть, даже количеством жертв или там взрывы. Это возможно будет. Но я думаю, это справятся все, кто там находится. В Крыму есть средства. А что касается всей остальной Украины, мы еще долго будем наблюдать взрывы возмущения. Конечно, эти области, о которых я все время говорю, вот Донецкая, Луганская и Харьковская, общее количество населения, 10 миллионов человек, будут пытаться восстать. И они же выходят с требованием такого же референдума, как и в Крыму. И вот мы будем видеть, как это будет происходить. Теперь наметился такой, опять, три взрыва взрывных регионов. Это Одесса, Николаев и Херсон. И вот парень, которого сегодня арестовали в Одессе, или вчера арестовали, он как раз выступал за объединение этих регионов под названием Новороссия. Вот мы будем видеть, это Украина вряд ли сумеет подавить эти области. Потому что пример Крыма пылает в их сердцах, они будут рваться, и это дело затяжное. Если Россия увидит, что много трупов, я думаю, они вынуждены будут перейти границу и сделать то, что полагается для защиты русского населения. Спасибо огромное. Программа «Без вопросов» была где у героя Эдуард Лимонов и микрофон Илья Переседов. Дальше пробки. Русская служба новостей. Нам уже в 18.